Снова всем здравствуйте! С вами Фамильный Капитал и мы сегодня подводим итоги за эту неделю. Напоминаем, кто еще не знает, торги мы обычно организуем во вторник вечером. И вот сегодня среда, вчера у нас закончились торги и сегодня мы получили проплаты. И сейчас мы ту часть лотов, которую мы выставляли здесь в своем видео, хотим просто прокомментировать. То есть традиционно, как всегда у нас получается, треть лотов оправдывает ожидания, то есть они уходят как бы в среднем по рынку, сколько они стоят. Еще небольшая часть лотов ожидания наши не оправдывают, то есть мы либо выходим в ноль, либо даже в небольшой минус такой тоже есть. И самая приятная часть это лоты, которые превосходят наши ожидания. То есть мы ждали за них допустим 2-3 тысячи, а получили 4-5. Это самые приятные лоты, они заставляют вас и нас в том числе, они заставляют следить за аукционом. То, что рождает страсть, это очень интересно. Хотелось бы, чтобы таких лотов всегда было больше, но в основном мы должны ориентироваться на те лоты, которые именно дают цену среднюю по рынку. Вот сейчас мы, давайте я просто прокомментирую те 10 лотов, которые вы можете найти в наших видео, в наших постах за последнюю неделю. Кстати, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки нашим видео и здесь в описании будут ссылки на аукцион. Все эти лоты вы сможете посмотреть, за сколько они ушли, за сколько их у нас купили. Первый лот, который я хочу прокомментировать, это было детское ружье. Нет, в 35 ограблениях банков. Божественно. Не оправдал, но он ушел чуть ниже среднего по рынку. То есть мы не проиграли на нем, но мы не получили там вот тот большой барыш. Ничего не проиграли, но ничего не заработали практически. Далее немецкий штатив. Вот этот лот, он прекрасный лот. То есть, в общем-то, мы знали, что он выстрелит, выстрелит хорошо. Но то, что случилось на аукционе, это было даже лучше, чем мы ждали. Партизанский набор, как вы помните, это был такой у нас планшет офицерский с деревянным ножичком. Он тоже ушел, в общем-то, в среднем по рынку, чуть ниже среднего по рынку. Опять же, мы ничего не проиграли на нем, но и очень маленький получили выигрыш. Далее, картина Рубцова, Татьянин день. Прекрасная картина, прекрасная цена. Никаких вопросов, то есть сколько ожидали, столько получили, все здорово. Монокуляр. Монокуляр, помните, такой был, значит, пошарпанный слегка, значит, но с целыми линзами. Ушел очень хорошо. Перстень, очень нас порадовал перстень. Значит, с хорошей такой филигранью, красивый. То есть, тоже интересная цена у него получилась. Про цигар с эмалями СССР, то есть, если вы помните, такой с голубыми и розовыми эмалями, ушел чуть выше среднего по рынку, то есть, тоже все в порядке. Часы Байконур. Мы ожидали большего, но та цена, которую мы получили, мы ее получили. То есть, в общем-то, мы думали, что люди, скажем так, оценят название Байконура, оценят вот эту звезду с изображением Гагарина. К сожалению, этого не произошло. То есть, они ушли просто как обычные коллекционные часы. Значит, ларец, деньг, вот такая вот коробочка, как вы помните. То есть, ну, он, в принципе, сам по себе стоит недорого, но в процентном соотношении он ушел просто прекрасно. То есть, мы там несколько сотен процентов, скажем так, заработали очень хорошо. И шахматные часы. Вот шахматные часы – это такой стандартный товар, то есть, он уходит практически как в магазине. То есть, вот такая вот цена, значит. Значит, и таким образом получается, что три лота у нас ушли чуть ниже рынка, или даже в минус. Два лота еще у нас ушли в среднюю по рынку. И еще два лота у нас ушли очень хорошо, превзошли наши ожидания. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что когда вы торгуете на интернет-аукционе, когда вы инвестируете в предметы старины, в антиквариаты, в искусство, в ювелирные окрашения, у вас должно быть точно так же, кстати, как и на фондовом рынке, да, на рынке облигаций и акций, у вас должно быть несколько позиций, у вас должна быть диверсификация. То есть, когда у вас десяток, полтора десятка, два десятка лотов фигурируют на аукционе, то есть, вы уже не выйдете, вы знаете, что среднюю цену по рынку вы все равно получите. Что-то уйдет ниже рынка, что-то уйдет выше рынка, но вот когда у вас там порядка ста позиций, вы, в принципе, можете там с точностью до, ну там, до тысячи рублей сказать, сколько у вас будет в месяц вот этот вот приход, расход, потому что это статистика, просто это математика. Итак, что мы еще вам хотим сказать? То есть, мы анонсируем, что мы проводим обучение, мы собираемся открывать уже оффлайновые курсы. У нас, значит, есть анонс онлайн-курсов. И что это, собственно, такое? То есть, когда вы работаете с интернет-аукционом, когда у вас есть предметы старины, в которые вы инвестируете, да, предметы искусства, то есть, это очень-очень хорошее занятие. Во-первых, оно приятно, это, ну, у многих людей просто разжигает страсть, значит, и это абсолютно не затратно. То есть, как вы видите, не по деньгам это не затратно на первых порах, то есть, если у вас на несколько позиций, и по времени это не затратно. То есть, вам не нужно ничего делать, вам не нужно ничего разрабатывать. То есть, вам нужно просто грамотно, на первых порах даже не очень грамотно, то есть, использовать интернет, оценить какую-то вещь. Мы вас научим как это делать. Потом вам нужно завести себе будет аккаунт на интернет-аукционе. Там тоже есть ряд шагов. Этот аккаунт должен быть у вас грамотно зарегистрирован. Его нужно просто немножко грамотно оформить. И вам нужно просто начать выставлять вещи. Сначала те вещи, которые у вас есть. Это не будет требовать от вас уволиться с работы. Не нужно будет тратить часы и все выходные на то, чтобы заниматься этим делом. Вы просто берете какую-то вещь, которая есть у вас дома. Вы ее фотографируете. Выкладываете в ваш личный аккаунт на интернет-аукционе. Так, как мы вам расскажем. Выставляете ту цену, которую мы вам расскажем, посоветуем. И ждете. Ждете до какого-то момента. Либо вы ставите фиксированную цену, либо вы ставите аукцион. Тоже это нужно обсуждать. Все это разные стратегии для разных людей. Но в целом это не занимает много времени. И самое главное, что здесь не нужно жадничать, не нужно держать долго одну вещь. А лучше начать с вещей маленьких и делать, скажем так, оборот. Оборот. То есть вот сейчас мы вам привели статистику 10 вещей. То есть когда у вас одна какая-то вещь и вы в ней выигрываете или вы в ней проигрываете, то у вас включаются эмоции. То есть вы либо радуетесь, либо вы находитесь в угнетенном состоянии. Но когда у вас 10 вещей, вы понимаете, что здесь вы выиграли, здесь вы немножко проиграли, в целом у вас вот такая-то прибыль, вы чувствуете себя спокойно. То есть вот эта диверсификация, это первое, что вам нужно сделать. Научиться ввести на аукционе несколько лотов. То есть это вот такой секрет, с которым мы с вами делимся. И первое, что вам нужно сделать, это научиться регулярно выставлять вещи на продажу. Если у вас есть свои вещи, вы можете выставлять их. Если у вас есть знакомые, может быть вы получили в наследство какую-то квартиру. Может быть у вас есть гараж какой-то старый, там бывает. Такие залежи антиквариата, что просто диву даешься. Может быть у вас есть друзья, знакомые, которым просто нужно помочь вывести, на их взгляд, хлам из дома. Если у вас ничего этого нет, мы научим вас, как брать подобные вещи на аукционе для себя. То есть сначала их оценивать, потом брать их для себя, получать их по почте, перепаковывать, перефотографировать, делать хорошее описание. Снова выставлять их на аукцион, представлять их так, чтобы их заметили те люди, которые их действительно ценят. И получать в 2-3 раза больше прибыль. Либо если вы пока не доверяете даже другим людям, вы можете просто-напросто брать вещи, которые продаем мы. Еще один секрет в этом видео мы вам откроем. То есть мы не являемся конечными покупателями, хотя вы в принципе и сами об этом догадались. Мы не являемся конечными покупателями старины, антиквариата. То есть мы в принципе инвестируем деньги, но над нами, скажем тогда, в этой вот пирамиде... Есть еще люди, которые покупают этот товар у нас. И скорее всего они тоже не последнее звено в этой цепочке, у них тоже это кто-то покупает. То есть в принципе вы можете выступать как те люди, которые покупают товар у нас. То есть раз они берут его у нас, значит они знают, что он где-то стоит еще дороже. Вы можете, по крайней мере, пока что просто инвестировать. А как минимум в полтора раза дороже. Просто у нас есть оборот, у нас есть необходимость платить аренду, платить зарплату и так далее. Мы не сидим на вещах, поэтому у нас цена чуть ниже рынка. Даже иногда бывает существенно ниже рынка. Поэтому брать вещи у нас с нашей репутацией можно всегда. Это прекрасная инвестиция. Либо вы, у вас есть вещи, но вы боитесь их продавать. Допустим, у вас пока вам не хватает уверенности, не хватает знаний. Еще один вариант взаимодействия с нами в нашем обучении. Это продавать пока эти вещи нам. Мы вам поможем их оценить. Возьмем их у вас с определенной комиссией, естественно. И точно так же поможем вам развить ваш собственный бизнес, ваш собственный дополнительный заработок, дополнительный стабильный доход. Прелесть этого бизнеса в том, что вы каждый день, каждый раз, работая с какой-то вещью, вы нарабатываете свой навык экспертизы. Вы каждый день становитесь экспертом. Это не заменит никакой компьютер, никакая компьютерная программа, никакой там чек-лист, ничего. Это только личный опыт. И вот эта экспертиза, когда она у вас хотя бы полтора-два месяца, хотя бы вы поработаете с вещами, у вас будет уровень экспертности уже выше, чем 95% всех остальных людей. Вы будете себя чувствовать достаточно уверенно. Вам уже будет не нужна ничья помощь, даже наша. Вы спокойно сможете брать вещи, спокойно сможете их продавать, спокойно сможете их покупать в интернете. И формировать свою собственную, личную стратегию вот этого антикварного инвестиционного бизнеса. Поэтому подписывайтесь на нас еще раз, ставьте нам лайки, следите за анонсами. Кому интересно, уже сегодня пишите в комментариях. Хочу на обучение. Ставьте плюсики. Любой комментарий сойдет. И с вами Фамильный Капитал. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok